привет здрасте к этому празднику деда воеватель что-что а там есть деды воевали не понял задайте вопрос по-человечески готовы ты уже приготовил так празднику какому деды воеватели такой праздник можем повторить глупости за идиотами не повторяйте есть праздник 9 мая день победы не надо готовиться у каждый день каждый год приходит чё к нему готовится ребенка там как интелли покупка машины и животные немцы пускай 8 числа отмечают свое поражение вешают себе на грудь красные маки и ходят с кислыми минами а мы победили нам не надо по этому поводу горевать советских военных умерло почти в два раза больше не в два даже почти три потому что немцев умерло сколько военнослужащих сколько сопутствующих было потерь много свободном доступе тоже посчитано со стороны советского союза погибло 27 миллионов человек не все из них были там были мирные граждане и всех считают туда что касается военных я отношусь к этому празднику я уже вам сказал следующий вопрос есть у вас как-то бухать зачем это это день зачем зачем не зачем употреблять алкоголь в этот день идиотов хватает в любой стране у вас тоже бухают и тогда это не говорит покажите напишите боярышник в украину а ты сам откуда из петербург а почему ты не отмечаешь победу каждым 12 марта и на и на русской войне мы что же там победили почему-то победили отодвинули финнов ну в целом да конечно победу надо отмечать эту большим украину тоже победа победу 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 и на в том кому в 10 раз меньше умерла чем ваши они гораздо они оборонялись понимаете в оборонительной борьбе в войне всегда побеждает чтобы победить нужно превосходящей силы раз в 10 вот так и получилось 11 10 а почему-то давать во второй мировой войне ну германцев погибло меньше чем на союзе не стоит оборонял то логично потому что во первых союз оборонялся не то чтобы оборонялся если вы помните было соглашение с гитлером о ненападении все таки несмотря на то что он накануне объявил таки войну и напал это ничего не меняет не готовились технически вооружен понимаете когда вся европа работает на гитлера неудивительно что ему удалось продвинуться так далеко но в конечном итоге важен результат гитлер объявил войну вы пропаганду не читайте в четыре часа в четыре часа утра в германии берлин был вызван русский посол ему была вручена нота о том что объявляется война все это было объявление войны была нота просто и не успели донести объявили войну и сразу же начали сразу начали вторжение значит я пожелаю чистого сердца что ты уже жил на россии жить твои дети правнуки там жили и отмечали этот не до праздник мои такие пожелания вы что будете оскорбить по этим самым как проигравшие вместе с проигравшими надо радоваться смертям нет надо радоваться победе и ваши предки и ваши предки тоже участвовали в этой великой победе и благодаря ваши предки тоже в этом участвовали вот вы вот вы из галлиции скажите вы галичанин что что вы галичанин с галлицией посмотрите на западе на западе так вот это там где дивизия где-то там где дивизия с горячина вот это вот немцы там не считали более-менее людьми а всех остальных славян не людьми полностью вот если вы славянин то скорее всего ваше место было бы в топке если бы не наши великие предки мне повезло я наверное один из немногих у кого родственники не воевали получилось какая вам разница не воевали стреляли прежде были пидоратами вы можете свои фантазы засунуть себе куда хотите результат останется результатом такие люди как он придет в могилу ну на выходе получит что получит кто не помнит истории тот ее повторяет обязательно но только уже гораздо более мощным 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 ну вот всем кто посмотрел спасибо пока